Писать диктант можно и на компьютере, но от руки как-то интереснее, что ли. Сегодня отмечается День ручного письма. Праздник зародился в Америке в 1977 году. Его главная цель — сохранить искусство каллиграфического почерка и уникальности рукописных писем. Детали и нюансы слегка подзабытого сегодня способа коммуникации поведала учитель русского языка и литературы Лариса Олешкевич. Она стала гостем утреннего эфира на радио «Шансон Иркутск», входящего в наш медиахолдинг НТС. За плечами женщины почти 40-летний опыт преподавания в Иркутской школе. Педагог рассказала, что письмо всегда нужно начинать с приветствия. Также в эфире поговорили о важности правильного выбора бумаги и ручки, и даже о том, что по почерку человека можно судить о его характере. Раньше, в докомпьютерную эпоху, мы писали письма. Мы вырабатывали почерк красивый, у нас были уроки чистописания. Мы писали настоящим красивым металлическим пером, обмакивая его в чернильницу. Искусство красивого письма – это мастерство. Нужно иметь терпение, нужно научиться этому, если не получается.